Особое мнение на 101FM А пойдем по горячим новостям сегодняшним Первая тема и главная тема сегодняшнего дня Это обыски на Вятиче, которые проводит ФСБ Причиной стало, что из официального сообщения управления ФСБ следует Что сотрудники службы установили факт совершения лицами из числа руководителей компании Вятич Незаконных валютных операций Речь о компании, которая занималась сбытом продукции завода Была ликвидирована в 2017 году По информации из официального сообщения Опять же, в 2014 году руководители компании перевели почти 4 миллиона евро На банковские счета некой иностранной организации с признаками фирмы «Однодневки» Ну вот, собственно говоря, сейчас, я так понимаю, должна вестись какая-то выемка документов Еще что-то не можем пока сказать, подробностей нет Несколько вопросов, Ян Евгеньевич Во-первых, почему ФСБ? Ну, вообще-то 193 прим, это подследственность ФСБ Плюс, в любом случае, все, что связано с движением денежных средств на счета иностранных контрагентов Контролируется в том числе и органами Федеральной службы безопасности Для целей недопущения возможности финансирования различного рода террористических организаций Так, вот эта вот история с обысками Я так понимаю, что это некое, ну, не знаю, там, акции устрашения Это, конечно, не хочется называть Вероятно, что это все проходит в рамках закона Мы, в общем-то, в этом не сомневаемся Вот, но ведь все эти вещи возможно установить, наверное, в каком-то, ну, не знаю, более цивилизованном порядке То есть пригласить руководителей предприятия, рассказать, что там было, да Попросить их привезти какие-то документы Обыски-то зачем? Ну, на самом деле, подобного рода следственные действия, как обыск либо выемка, является весьма часто применяемым и вполне эффективным Все-таки решение, приговоры судов выносятся не только на основании показаний свидетелей, но и на основании тех доказательств вещественных, которые добываются как раз в ходе подобного рода мероприятий Должны быть какие-то бумажки в физическом смысле? Документы, ну, не обязательно Электронные носители, документы какие-то, записки, все что угодно Здесь меня вот не удивляет, что подобного рода следственные мероприятия проходило Статья, которая сейчас озвучивается, я так понимаю, что речь идет о 193 прим. 1 Это совершение финансовых операций с иностранной валютой путем перевода на счета иностранных контрагентов при предоставлении органам валютного контроля недостоверных, заведомо ложных сведений Ну, это тяжкое преступление, максимальный срок наказания, по которому, дай бог памяти, до 10 лет, по-моему Неудивительно, ну, безусловно, если это действительно все так, как сейчас указывается в средствах массовой информации Ну, это весьма-весьма большая проблема для известного кировского предприятия А для кировчана, для Кирова и для Кировской области, потому что предприятие «Вятич» – это ведь один из крупнейших налогоплательщиков, если я не ошибаюсь Ну, да, это бренд «Вятки» в любом случае, благодаря небезызвестной пресс-конференции С участием Владимира Маматова, да, и «Вятского кваса» Да, безусловно Ну, конечно, это определенный негатив будет иметь место быть Плюс меня откровенно пугают, возможно, действительно неблагоприятные последствия для самого предприятия Помимо уголовно-правых мер ответственности могут воспоследовать ведь и налоговые проверки, и доначисление налогов Если банкам были представлены при перечислении этих денежных средств какие-то подложные документы Но обычно такие деяния сочетаются еще и с тем, что налоговые доначисляют налоги путем исключения вот этих сумм, которые были перечислены из состава затрат Что влечет получение прибыли, которая в свою очередь облагается налогами Ну, то есть тут последствия могут быть разнообразные И в любом случае это будут, ну, отрицательные последствия ФСБ после того, как проведет обыски, обязаны каким-то образом публично отчитаться о результатах? Да, упаси Бог Не обязаны? Не обязаны, более того, я думаю, что даже это и объективно вредно на самом деле Понятно, что широкой публике было бы крайне интересно узнать, что нашли, насколько весомые улики обнаружили Но такое понятие, как тайна следствия, не отменено и вряд ли когда-то будет отменено Могут ли они запретить представителям компании комментировать то, что происходит? Ну, следствие на самом деле может взять подписку о неразглашении со стороны всех участвующих в данном деле лиц То есть если сегодня наши корреспонденты обратятся к руководителям предприятия за комментарием А на них будет наложен такой запрет, то они откажутся? Ну да Они откажутся Хорошо, мы будем следить за этой историей и, конечно же, попробуем все-таки взять комментарии Надеюсь, может быть, пока еще подписка о неразглашении с руководством предприятия не взята Потому что действительно предприятие «Вятич» это один из, ну, таких системообразующих, наверное, заводов в нашей области Один из крупнейших собирателей нашего бюджета областного в том числе Ян Чеботарев в нашей студии юрист Еще одна тема важная Тема связана тоже с деньгами Связана отчасти там и с бизнесом, отчасти с политикой, может быть, да И с городской властью Речь идет о депутате Кировской гордумы Дмитрия Никульни Которого, как вчера стало известно, собираются лишить депутатских полномочий Депутатского мандата Собственно говоря, Ян Евгеньевич, вот эта вот история, которую мы наблюдаем на протяжении последних Сначала месяцев, а потом вот в горячей фазе последних там недели-двух Сначала с появлением уголовного дела, потом с бегством Дмитрия Никульна С объявлением его в розыск, с внезапно появившимся видеообращением С его возвращением в Россию и домашним арестом Мера пресечения Дмитрия Никульна, домашний арест Это цепочка, о чем может нам говорить Ну, наверное, только о том, что господин Никулин весьма здраво рассудил, что рассчитывать на предоставление Какого-то убежища за пределами территории Российской Федерации ему будет весьма проблематично А почему? А на самом деле, Аня, существует непреложное правило, подтвержденное судебной практикой, что человек, желающий получить убежище Должен обратиться к властям страны пребывания практически немедленно по прибытию в эту страну Иначе выглядит очень странно, что человек приехал, вроде никто ему на территории той же Грузии уже не угрожает Он там живет месяц, живет два, живет три Потом, например, поступает запрос об экстрадиции И человек резко вспоминает о том, что его когда-то преследовали И он начинает просить убежище Резонный вопрос где-то был раньше Так как господин Никулин не обратился с запросом о предоставлении ему убежища сразу Шансы у него были очень-очень маленькие Плюс, опять же, ведь мало попросить, надо еще как-то обосновать На моей памяти нет таких фактов, которые бы свидетельствовали, что политическая деятельность господина Никулина Была настолько неприятна властям Российской Федерации Что они инициировали какое-то заказное дело И он был вынужден исключительно из гуманитарных соображений покинуть территорию России То есть, опять же, как доказывала бы необходимость предоставления такого убежища? Ну, на мой взгляд, и материальная сторона тоже, наверное, играла свою роль Жить за границей без каких-либо доходов На сэкономленные средства какое-то время, безусловно, можно Но деньги стремительно кончаются, а вопросы появляются Поэтому, на мой взгляд, решение, которое принял Дмитрий Георгиевич, оно абсолютно обосновано Решение о возвращении в Россию? Да, вернуться, вернуться, попытаться выторговать какие-то льготы, преференции Получит ли он их в итоге? Я не знаю Будет ли он соблюдать договоренности со следствием? Время покажет То есть, вы предполагаете, что торг и договоренности какие-то все-таки были? Я думаю, что да То есть, он вернулся под какие-то гарантии? Или нет? Не знаю Сложно? Не знаю, участникам переговоров не было Говорить о каких-то гарантиях весьма затруднительно Просто вот по тому сообщению, которое прошло И по тем кадрам прибытия господина Никулина в следственное управление Видно, что он передвигается достаточно свободно Что является все-таки несколько нетиповым обстоятельством Для человека, который находился в федеральном и даже международном розыске То есть, не схватили, не заковали и не тащат против воли Да, и это Человек идет сам, свободно И на основании подобного рода вещей, а также с учетом того, что достаточно нетиповое решение было принято О помещении его под домашний арест, при том, что он... То есть, мера пресечения тоже показательная, да? Тоже показательная Человек находился в розыске, он скрывался от следствия И если в настоящий момент он не в СИЗО, а под домашним арестом Ну, делаю вывод, что все-таки какие-то переговоры имели место быть Опять же, объявлялось, что какое-то досудебное соглашение все-таки было заключено Когда мы можем услышать подтверждение этой информации из официальных источников? О том, что Дмитрий Никулин начал активно сотрудничать со следствием Слушайте, это, по-моему, уже даже следственный комитет подтвердил, что досудебное соглашение было заключено Нет, 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 я имею в виду результаты этого соглашения А, ну, это мы с вами узнаем исключительно в ходе судебного процесса уже Если досудебное соглашение будет соблюдаться Об этом заявит сам прокурор, который будет поддерживать обвинения в ходе суда И тогда станет ясно, соблюдал ли господин Никулин все обязательства, которые взял на себя Либо все-таки где-то в чем-то слукавил И в таком случае досудебное соглашение будет просто расторгнуто Правильно ли предполагали наши эксперты? И я вас сейчас тоже как эксперта нашего спрашиваю Что предметом вот этого досудебного соглашения была какая-то информация, какие-то сведения о людях, которые тоже могут быть причастны То есть схеме вывода и увода денег по уголовному делу По нескольким уголовным делам Ну, здесь, а не можно сказать, только ответить односложно, что это возможно Но было ли так на самом деле? Ну, этот вопрос, наверное, может сказать, либо ответить следователь, либо сам господин Никулин Либо в процессе суда мы узнаем Содержание этого соглашения Ну, всяко не сейчас Я напомню нашим слушателям, что Дмитрия Никулина требует лишить депутатских полномочий За то, что депутат Городской думы не предоставил сведения о доходах Городская дума Лишат В конце прошлой недели отчиталась о доходах И там, кстати говоря, много любопытного Я, насколько помню, вся эта история с отчетом государственных муниципальных служащих о доходах Она вводилась как один из элементов борьбы с коррупцией То есть люди должны были показать, какое имущество у них есть И можно было сравнить все это с прошлыми годами и понять Появились у человека дорогостоящие какие-то вещи и предметы Там, включая квартиры, машины и прочее Или не появились Если появились, сопоставить это дело с официальными доходами, зарплатой и прочим И понять, все ли тут чисто И вот по отчетам депутатов Городской думы Есть несколько любопытных цифр, о которых наша служба новостей тут в течение недели сообщает У меня вопрос следующий Есть самый богатый депутат Городской думы Михаил Шихов Который был самым богатым и в прошлом году В этом году 74 миллиона рублей доходов Точнее, в прошлом году, в 2018 Есть те, кто сильно в доходах теряет Ну вот, например, Валерий Крепоснов в 2016 году декларировал 50 миллионов В 2018 всего 2,5 Денис Ерохин в 2017 году был в тройке лидеров 19 миллионов рублей дохода По итогам прошлого года там какие-то, ну прям реально, там 100 с небольшим тысяч рублей При этом у Валерия Крепоснова серьезно заработала супруга Больше, чем ранее У Дениса Ерохина большой доход приобрел Один из его несовершеннолетних детей Вот читать чужие деньги, наверное, не самая правильная история Хотя это все, опять же, официально опубликованные сведения Эта история, она повторяется, Ян Евгеньевич, постоянно То есть мы видим это и на примере региональных чиновников, мы видим это и на примере федеральных чиновников Чиновники зарабатывают не очень большие деньги, зато вдруг внезапно какие-то бизнес-способности открываются Либо в детях, либо в женах, либо там, я не знаю, у кого-то даже в тещах, например Вот это коррупция и есть Так, но ведь за это не наказывают Это Россия А зачем тогда бумагу-то переводить на отчеты? Ну а как? У нас же отчет, это же со времен СССР, это основа основ Аня, на мой взгляд, вот опять же, очень много похвальных инициатив, которые являются половинчатыми, а зачастую абсолютно и ненужными Для меня, честно говоря, непонятно, в чем состоит смысл требовать от депутатов Законательного собрания Кировской области, муниципального образования города Киров, до всех уровней Каких-то отчетов об уровне их доходов Я напомню просто нашим слушателям Они не чиновники Некоторые путают, да Депутаты в большинстве своем, за исключением нескольких людей, кто вот на освобожденной основе работы Они не освобожденные Они не получают зарплаты ни в городской думе, ни в законодательном собрании То есть это не бюджетные деньги, их доходы Да Зачем подвергать какому-то глубинному анализу и делать выводы, которые являются все равно условными от этих деклараций, которые опубликованы Господи, да 10 тысяч причин может быть, что у господина Крепостного снизился какой-то доход Это не говорит ровно ни о чем В 17-м году он мог что-то продать Мог что-то продать Он мог в 18-м году куда-то инвестировать денежные средства Он мог получить какой-то предпринимательский убыток Да все, что попало, может быть, сын господина Ерохина мог продать принадлежащую ему какую-то недвижимость Ну и что? Коррупцию следует искать все-таки среди лиц, которые используют вверенные им государственные, прежде всего, полномочия В ущерб интересам общества государства и во благо самому себе любимому Среди чиновников И контролировать нужно не доходы на уровне сбора бумажек и оправдательных документов А расходы Когда человек получает мизерную зарплату и при этом позволяет себе приобретать машины, дачи, гаражи, акции, облигации, дорогостоящие какие-то развлечения оплачивает и прочее Вот это должно являться основанием А в Российской Федерации расходы так-то не контролируется Не учитывается Никак Можно, получая копеечную зарплату, тратить миллионы рублей, это не вызовет никаких вопросов Но в то же время, если ты, продав садовый участок, забудешь данный факт указать Вписать его в декларацию? Вот тогда, да, безусловно Тебя лишат депутатских полномочий Мы это видим на примерах депутатов муниципальных домов в Кировской области Ну да, ну да На мой взгляд, непонятная активность, абсолютно глупая местами Никулины, безусловно, лишат депутатства, именно ссылаясь на то, что он не подал декларацию Хотя не мог Это формальный повод Понятно Но очень удобный Не хочет городская дума иметь в своих рядах депутата Дмитрия Никулина Находящегося под домашним арестом Тут, понимаете, еще нюанс есть, какого рода Господин Никулин, если мне память не изменяет, он все-таки по партийным спискам у нас прошел Тогда, на мой взгляд, имеют право его поменять на какого-то более достойного представителя Нашей, не побоюсь этого слова, правящей партии Если бы он избирался по одномандатным округам, прямым голосованием, волеизъявлением избирателей Ну, тогда, конечно, вряд ли бы существовала возможность так легко и быстро лишить его депутатского мандата Да и целесообразности, наверное, такой бы не было Яна Чеботарева в нашей студии, юрист Мы сейчас прервемся на полминуты и вернемся в студию Особое мнение на 101FM Особое мнение Яны Чеботарева, юриста мы продолжаем сегодня слушать Ян Евгеньевич появился в этой студии с новостью К вам пришли предприниматели, я правильно понимаю Да Которые занимаются бизнесом в сфере транспортных пассажирских перевозок Да Все верно И рассказали о том, что 5 апреля этого года было подписано председателем правительства Кировской области Новоиспеченным Александром Чуриным постановление за номером 176-П Можно его найти на сайте администрации области Об утверждении перечня мест на территориях муниципальных образований Кировской области Отправление из которых одного и того же транспортного средства Используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу Более трех раз в течение одного месяца запрещается Тут вот я, честно говоря, не очень понимаю Это касается в том числе и такси? Конечно То есть я трижды по своему адресу одну и ту же компанию в течение месяца вызвать не могу? Ну нет Если вы живете вблизи вот этих четырех точек, которые названы в приложении В приложении к постановлению, а это территории прилегающие К автовокзалам, автостанциям, пунктам продажи билетов Площадки для отстоя и разворота автобусов Вот третий пункт, мне больше нравится Улицы, проезды, автомобильные дороги, по которым проходят муниципальные, межмуниципальные, межрегиональные маршруты регулярных перевозок А также площади населенных пунктов, включая парковки, в том числе вокзальные, предзаводские, театральные, площади у торговых центров, площади у рынков Грубо говоря, вот подобного рода документы, Аня, вот что мне сказали люди О том, что ответственность за неисполнение подобного рода постановления правительства В самом вот этом постановлении не названо Но в соответствии с законом Кировской области административной ответственности на территории Кировской области Максимальный штраф для предприятий и предпринимателей за каждый случай нарушения подобного рода указаний Будет составлять до 300 тысяч рублей Фактически подобного рода постановления, это утверждают мои клиенты, я с ними во многом согласен Вводит монополию на транспортные перевозки И закрепляет ее за, ну скажем так, муниципальными предприятиями Которые занимаются междугородными, межгородскими, внутригородскими перевозками Вот фактически здесь сказано о чем? О том, что три раза в течение месяца Одна и та же машина, одно и то же транспортное средство Может подбирать пассажира вот в этих вот четырех пунктах А эти пункты фактически охватывают весь город Киров-то уж точно Ну, при желании, конечно Ну, третий пункт улицы При любом случае можно найти Улицы, по которым проходят муниципальные маршруты Ну, идея нашей сегодняшней встречи состояла в том, что мы Оговаривали условия сотрудничества И мы готовим, безусловно, в настоящий момент Эти документы будут поданы и в управлении Федеральной антимонопольной службы И, безусловно, в арбитражный суд Кировской области Подождите, вот все-таки давайте уточним Вот это постановление, оно касается кого? То есть мы в этой студии собирались, в том числе с экспертами Из нашего Министерства транспорта И говорили о том, что существует большая проблема Нелегальных перевозок пассажиров автомобилями такси И вот речь шла о небольших микроавтобусах Которые под видом заказного Перевозят пассажиров из Кирова, допустим, Барлов и обратно Так называемые частники При этом они не оформлены официально Как перевозчики Я могу сказать, Аня, вот первый пункт Сейчас скажу Значит, в отношении транспортных средств Используемых для перевозок пассажиров и багажа по заказу Все, точка Здесь не говорится о том, что это касается Исключительно, например, каких-то автобусов Пассажировместимостью там более 7-8-10 человек Которые ездят из Кирова Ну, не знаю, там в Казань, в Сыктывкар Куда они у нас еще ездят Везде ездят В Уфу и прочая вещь То есть при большом желании Можно вот подобного рода постановлений Трактовать как то, что У нас по заказу даже такси работает Простите Я заказал себе машину Она приехала, меня забрала Я оставил свою машину в районе, например, там Автовокзала И поехал домой на обычной машине Разве это не подпадает Под первый пункт постановления подпадает То есть пока не очень понятна вот эта история Формулировка по заказу Каких именно компаний касается Или понятно четко Что касается всех Аня, недоработки бич нашего законодателя Это невнимательное отношение к мелочам При проработке текста того или иного документа Может быть, это делается специально Для того, чтобы наши чиновники Могли трактовать данные постановления Как хотят Ровно так, как им заблагорассудится В данный отдельно взятый конкретный момент времени Захотят будут каждого таксиста наказывать Захотят будут наказывать Только автобусников, которые ездят межгородом Захотят будут наказывать Автобусников, которые ездят по Кирову Например, без маршрутной карты И прочие вещи Просто как раз здесь необходимо Дорабатывать документ Делать его безусловно понятным Однозначно понятным Ну и в любом случае Подвергать его достаточно масштабной экспертизе С точки зрения его соответствия Требованиям гражданского Антимонопольного Любого иного законодательства О защите конкуренции, например Собственно говоря, да Здесь же даже речь ведь не идет о том, что это постановление касается только нелегалов Которые не имеют каких-то разрешительных документов и так далее Тут речь идет о чем? Из текста постановления непонятно, кого это касается Я поэтому и просила вас уточнить Те предприниматели, которые к вам обратились, это легальные перевозчики? Легальные перевозчики Легальные перевозчики, которые обеспокоены теперь перспективами своего дальнейшего нахождения на рынке Да, безусловно Просто здесь же речь идет, здесь нет никаких признаков Нигде нет указания, да, на то, что есть какие-то компании с лицензиями и можно Здесь есть только одно исключение, ну хорошо, два Это второй пункт данного постановления Что запрет, который устанавливается настоящим постановлением Не применяется в отношении организованных перевозок групп детей А также ритуальных услуг Вот все остальные, получается, подпадают Ну, 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 на мой взгляд, это, ну, варварство В общем, будем разбираться с этим постановлением Спасибо Яну Чеботареву за то, что он нам эту тему подбросил Мы будем ею заниматься, обязательно сегодня же позвоним в Минтранс Попробуем все-таки выяснить Но потому что, если это касается действительно всех И меры могут применяться по отношению ко всем То мы потеряем перевозки все, кроме муниципальных, наверное, вообще в течение ближайшего месяца или двух Аня, вот еще раз, на второй пункт обращайте внимание Минтранса Потому что здесь исключение, это только дети И ритуальные услуги И ритуальные услуги Яна Чеботарев, в нашей студии мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу Вернемся, у нас впереди еще несколько тем Продолжаем с Яном Чеботаревым обсуждать темы Достаточно важные темы, которые падают нам и сыплются из интернета в том числе Вот история с регулированием интернета, который на федеральном уровне прогремел некоторое время назад И мы с вами, по-моему, месяца или два в этой студии встречались и обсуждали ее Речь идет о законе об оскорблении величия, так его окрестили На самом деле, закон подразумевает ответственность за резко негативные высказывания в адрес власти в интернете Там формулировка немножко другая была И вы тогда, по-моему, мне говорили, Ян Евгеньевич, что никакой проблемы не будет на самом деле Что на Западе все это давно уже есть, все это регулируется И действительно, мы все взрослые люди должны себя контролировать И не использовать матерные слова в оценке действий власти Как-то повежливее надо быть, и тогда все будет в порядке И вот мы, Ян Евгеньевич, на прошлой неделе видим совершенно такой показательный кейс из Ярославской области Наши коллеги, портал 76.ру попали, собственно говоря, на чем Кто-то в Ярославле на здании МВД написал Путин-и слово из пяти букв Нехорошее слово, но нематерное, Ян Евгеньевич Вы мне потом скажете за эфиром За рамками эфира скажу, что это за слово, да Значит, и, естественно, все журналисты Ярославские об этом написали Новости появились на разных совершенно порталах Причем появилась и фотография вот этой самой надписи Но нехорошее слово на этой фотографии было закрашено Было совершенно непонятно, что за слово Что было? Роскомнадзор заблокировал сайты СМИ за сообщение о том, что была вот такая вот нехорошая новость Про человека по фамилии Путин Причем там не было написано, что это вот именно тот самый Путин Может, это какой-то другой Вот такая вот коллизия Никакой здесь, Аня, коллизии нету Как? Ну, я пепел в студию, нет, не буду я посыпать голову пеплом У меня мнение не поменялось Я напомню, я и тогда говорил, и сейчас скажу О том, что сам по себе закон с точки зрения грамотности, качественности, юридической проработки Он абсолютно нормальный, и он соответствует общим мировым тенденциям Проблема не в этом В применении? Да Это глобальная проблема Российской Федерации, которая, если и будет решена, то не сегодня, не завтра и не через год даже, наверное Не руководствуются у нас наши правоприменители нормами закона Они руководствуются своим пониманием этих норм У нас вплоть до того доходит, что у нас Верховный суд дает разъяснения Это суд наш, высший Дает разъяснения, которые фактически изменяют нормы тех законов, которые принимаются депутатами Я не удивлен никоим образом Можно было предположить, что такое произойдет? Ну да А что делать теперь, Ян Евгеньевич? Не рассказывайте о нехороших людях, которые пишут нехорошие слова про власть Бороться за свои права, отстаивать их в любом случае нужно И на мой взгляд, если наши коллеги из Ярославля захотят поспорить с Роскомнадзором, шансы выиграть у них приближаются к абсолюту Другой вопрос, что такая активная позиция для них может обернуться повышенным вниманием со стороны этого же Роскомнадзора Ну и опять же, но это Россия, к сожалению Ну вот сайт был разблокирован специально, сейчас слушателям нашим скажу, после удаления ретушированного фотонадписи Только после этого разблокировали сайт Ну при большом желании можно, конечно, попытаться раскрутить эту тему, понаписать кучу запросов Обжаловать действия Роскомнадзора по блокировке Потратить какое-то количество денег Получить глубочайшее моральное удовлетворение от победы в суде, например Над излишне ретивыми и неумными чиновниками Но и создать, между прочим, судебный прецедент в таком случае А другого пути нету Только так? Только так Если практика отрицает нормы закона, нужно ломать такую практику Новый закон, новые нормы, новая реальность, в которой мы живем Ну у нас же вообще собираются Роскомнадзору волшебную кнопку подарить об отключении России от всемирной сети интернет Ну тут вообще удивляться чему-то тяжело Слава богу, что хотя бы временной блокировкой ограничивались Ладно, посмотрим, как будет работать эта история в других регионах Похи, кировских примеров еще нет Но я думаю, что не за горами Не знаю, хотелось бы все-таки, чтобы это было Да лучше бы, чтобы не было Чтобы это было как-то более цивилизованно и без отключения всего остального Хотя бы с разъяснениями Суд по Александровскому костелу, Ян Евгеньевич Некоторое время назад в вашем фейсбуке появилась информация о том, что удалось добиться экспертизы Экспертизы по зданию костела Экспертиза будет не кировская Я так понимаю, что эксперты будут не здешние Мы не нашли в Кирове специалистов того профиля, который был необходим Поэтому нам пришлось в Москве их искать Давайте слушателям напомним, предметом экспертизы станет что? Предметом экспертизы станет здание ныне существующего органного зала Филиала Вятской филармонии На улице Дериндяева На улице Дериндяева, да А также документация техническая о том, что из себя представлял римско-католический храм Построенный в начале 20 века Какова была его судьба Как он переделывался, реконструировался, ремонтировался, восстанавливался А это было несколько строительных процессов, проектов И в итоге эксперты должны будут ответить на достаточно простые вопросы Но, тем не менее, важно Сохранилось ли здание римско-католического храма в настоящий момент Является ли ныне существующий органный зал на улице Дериндяева Новым зданием И возможно ли индивидуализировать в ныне существующем строении Именно то строение, которое было сооружено в Вятке по проекту архитектора Войцеховского Напомню, что эти вопросы родились из позиции правительства Кировской области Которая сводилась к тому, что здание Александровского костела Который хоть и является у нас сейчас памятником истории архитектуры Но, тем не менее, было полностью уничтожено Утрачено Утрачено И в настоящий момент не существует в натуре В настоящий момент имеется органный зал Построенный в 90-х годах прошлого века Не имеющий никакого отношения к имуществу религиозного назначения С тем, чтобы эту позицию опровернуть Необходимы были знания в области и строительства, и архитектуры И почему, собственно говоря, выбор пал на москвичей В области искусствоведения и истории архитектуры К сожалению, подобного рода узких специалистов в городе Кирове найти и отыскать не удалось И с помощью наших коллег из Москвы Мы нашли экспертов, которые могут ответить на данные вопросы Объясню, для чего они были вообще нужны, вот эти эксперты-искусствоведы От старого здания костела осталось очень мало документов В дореволюционной России строительство, пусть даже крупного объекта недвижимости Каменного, кирпичного, не сопровождалось таким обильным количеством документов Которые требуются в настоящий момент Может быть, режим Николая II и рухнул, потому что кадастрового учета не было Регистрации прав на недвижимость не было и прочее, прочее Все было как-то проще И все, что у нас есть с точки зрения старорежимных документов Это фотографии? Нет, это небольшая папочка из нескольких буквально листочков бумажки С эскизами архитектора Войцеховского И также архивные фотографии, показывающие, в каком виде костел существовал В период 1903-1914 годов Ну и точно так же есть последовательные фотографии 30-х, 50-х, 90-х годов Проектная документация, которая разрабатывалась строительной компанией Арса В 90-е годы, когда костел приспосабливался под органный зал Сооружался подземный переход и прочее, прочее Вот эксперты будут во многом руководствоваться как раз визуальными документами А не чисто строительными чертежами Изменилось здание или не изменилось? Оно, конечно, изменилось Другой вопрос, что он никуда не пропал Вот вопрос какой Эту экспертизу этих экспертов находите вы И экспертиза предоставляет документы, результаты своей деятельности в суд по вашему запросу Правительство области со своей стороны может заказать другую экспертизу? Ну, давайте так, заказчиком вот этой экспертизы, которая проводится сейчас Не вы выступаете? Являюсь не я и даже не местной религиозной организацией Приход при святого сердце Иисуса, а арбитражный суд То есть это по запросу суда? Ну, с экспертизы, любая судебная назначается определением суда Помимо суда провести какую-то еще одну экспертизу просто невозможно Получив экспертное заключение, каждый из сторон ИСЦИ ответчики ознакомятся с ним В случае своего несогласия они могут довести свою позицию до суда И потребовать, например, проведения повторной какой-то экспертизы Дополнительных каких-то экспертных исследований Но, тем не менее, это тот процесс, который нужно пройти в любом случае Если правительство пыталось сказать о том, что Александровского костела не существует Его когда-то неожиданным образом разрушили, взорвали Повторив судьбу фактически Александра Невского собора Ну, пусть эксперты установят этот факт Так это или не так Давайте напомним еще, к какой дате должна быть готова экспертиза Это лето где-то, да? Следующее заседание назначено на 5 июня всего года А сама экспертиза должна быть изготовлена и поступить в суд до 27 мая То есть небольшой временной запас отводится судом На то, чтобы и заявители, и ответчики ознакомились с текстом данного документа До судебного заседания До суда, да И следующее судебное заседание как раз будет посвящено анализу результатов этого экспертного исследования 5 июня мы ждем Яныча Батарев в нашей студии Еще одна вещь, которую хотела бы у вас спросить, но уже не успевая Поэтому очень коротко, Ян Евгеньевич Нотр-Дам сгоревший вызвал бурю совершенно эмоций Там фотографии, воспоминания всего чего угодно в социальных сетях, в СМИ и прочее И многие российские эксперты говорили о том, что на самом деле не очень понятно вот это вот горевание По утраченной, которой вроде как еще сохранена, да, культурной ценности При том, что в России памятники истории архитектуры старины горят практически там ежедневно Где-нибудь в какой-то области что-то досгорает Обратите внимание на свое, вы поддерживаете эту позицию или нет? А о какой позиции, Аня, речь идет? Человеку, любому человеку свойственно не замечать ту проблему, которая находится гораздо ближе к нему Но гораздо хуже освещается Простите, Нотр-Дам-де-Пари, всемирно известная архитектурная реликвия Это символы и Франции, и Парижа И сам пожар, который произошел по уровню освещения этого происшествия На мой взгляд, был сопоставим, наверное, с крушением башни-близнецов Если бы средства массовой информации уделяли подобное внимание разрушению китайского домика в Кирове Я уверен, что реакция была бы, ну, наверное, близка Сопоставима? Да, поэтому здесь я не удивлен никоим образом Любому нормальному человеку жалко всегда и горестно, когда разрушается памятник истории архитектуры И я точно так же говорю, другой вопрос о том, что я не знаю, чем я могу, например, помочь Применительно к разрушению тех объектов, которые находятся в городе Кирове Я даже вижу, собственно, как они разрушаются Это же приказная изба, это же китайский домик Дом Перминова, который выставляют на продажу Да, куда, скажите мне, куда мне там свою тысячу рублей перечислить для того, чтобы где-то как-то хоть что-то законсервировать Во-первых, это даже физически невозможно Ну, куда? Некуда пока, Ян Евгеньевич Но я анонсирую один из ближайших Хурманов Мы будем как раз говорить об историческом наследии О том, каким образом его можно сохранить Следите, пожалуйста, за нашими анонсами, все это будет Яна Чеботарева, юриста, благодарю за его особое мнение Программа на этом завершается Всем до свидания Особое мнение на 101FM